МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа в Воткинске. О самом важном и интересном расскажем вам прямо сейчас. А начнем с новостей Удмуртской Республики. До 1 июня 2019 года планируется сократить аппарат главы и правительства республики на 30%. Власти Удмуртии уволят 30 заместителей министров. Уже выдано уведомление о расторжении контрактов. Такие меры региона дадут экономию от 380 до 420 миллионов рублей. 12 июля в управляющих компаниях в Удмуртии пройдет день открытых дверей. Пройдет он в рамках проекта «Школа грамотного потребителя в России». К ней присоединятся также жилищная инспекция республики и районные администрации. Их специалисты будут вести прием граждан совместно с руководителями УК и ТСЖ. Проезд по Камскому мосту подорожал с понедельника. Для легковых автомобилей он станет дороже на 30 рублей. Цена за переправу по мостовому переходу через реку Буй составит 180 рублей. Повышение коснется также водителей из среднегабаритных авто, большегрузов и автобусов. Для них тариф увеличится на 100 рублей. Чем еще запомнился этот день в истории города? Мы расскажем вам в рубрике «Городские новости» короткой строкой. С понедельника и до 21 июля привокзальный район останется без горячей воды. В центральном районе и поселке Березовка горячей воды не будет с 6 по 18 августа. В случае выявления дополнительных объемов работ о сроке включения горячей воды будет сообщено дополнительно. Уроженец Водкинска Давид Белявский стал двукратным чемпионом Кубка России по спортивной гимнастике. Спортсмен одержал две победы в соревнованиях на коне и параллельных брусьях. 7 июля в Челябинске завершился Кубок России по спортивной гимнастике. Эти соревнования являлись основным этапом отбора на чемпионат и первенство Европы. Почему не стоит просить у босса повышение зарплаты? Может ли женщина руководить предприятием? И как становятся начальниками? Все об этом в новом выпуске программы «Ох уж эти детки». Начальники отметили свой профессиональный праздник – День босса. Все об этой должности знают воспитанники детского сада номер 30. Кто такой босс и чем он занимается? Босс – это главный начальник. Прочит, чтобы работники его сделали то, что он просит. А если работники не слушаются, как босс поступает в этом случае? Уволят. За что люди работают? За благодарность. Как отличить хорошего босса от плохого? Ну, например, если он делает какие-то хорошие дела и понимает людей. Так, а плохой босс? Что он не понимает, не слушает и не говорит с другими. Кто самый главный в семье? Ну, мама, она добрая и немного ругательная. Прямо как босс? То есть у вас мама босс? Да. Мама хороший начальник? Да. А папа бывает начальником у вас в семье? Да. Тогда мама уходит иногда куда-то, и папа начальник в семье. А что нужно-то, чтобы боссом стать? Нужно хорошо учиться, книжки читать. Все книжки читать? Даже сказки. Ну, это первым делом. Первым делом. Хорошо кушать. Есть меньше сладкого, больше металлинов. Умным быть. А женщины босса могут стать? Почему? Потому что женщины не такие строгие. Женщина может быть боссом? Нет. Почему? Потому что недостойны быть. Давай, спрашивай меня как босс. Только спрашивай очень строго. Давай. Почему вы опоздали? Я проспала. Больше не просыпайтесь. Хорошо. Полин, а как правильно выпрашивать у босса зарплату? Ну, если мне мало платят, например. Ну, я не знаю, сколько дал бы, столько и надо. Если бы ты была начальником, какое бы поручение ты мне сейчас дала? А что такое поручение? Задание какое-то, приказ. Например, вымыть посол. Выполняйте свою работу быстро. Я требую помыть полы и помыть стены. Я приказываю. Это у меня какая должность? Плохая. Ребенок боится врачей. Что делать? Часто этот страх связан с тем, что неизвестный человек причиняет боль. Это связано со страхом неизвестности. Когда родители идут в поликлинику, и им предстоит встретиться с врачом, и если ему предстоит ребенку сделать прививку, родители должны дать как можно больше информации, честной информации ребенку. Начинать можно это с вечера. То есть мама заранее проговаривает ребенку, что они завтра пойдут в поликлинику. Можно эту информацию повторить утром. Можно приговаривать по дороге в поликлинику. Когда вы подойдете к зданию с ребенком, можно сказать, ну вот мы и пришли. Затем, когда вы зайдете в здание, ребенку можно показать красивые картинки. Перед тем, как зайти в кабинет, обратите внимание обязательно. Вот сейчас мама с мальчиком зайдет, затем мы зайдем. Когда вы зайдете с ребенком в кабинет, обязательно нужно поздороваться доброжелательным тоном, стараться улыбаться. И обязательно называть имя ребенка и познакомить ребенка с доктором. Когда ребенок знает имя доктора, он уже его воспринимает как своего человека. И тогда этот страх пропадает. И видит, мама доброжелательно относится, к доктору, разговаривает с ним, улыбается ему. Он начинает доверять и доктору. Наверное, нередко начальники пользуются этими предметами. Печатью и степлером. А что об этих вещах знают дети? Это степлер, и им что-нибудь закрепляют. Вот это степлер. Как им пользуются? Закрепливают листы. Если надо бумагу, прищепками сделать, нажимаешь на нить и делаются прищепки. Что скрепляют? Обычную бумагу. Для чего? Чтобы книжку сделать. Степпер. Степпер? Что им делают? Ставят булавочки. Вот так листу придавливаешь, и тут такой рисунок. Можно в больнице ставить, когда справку выдаешь, можно ставить штамп. Придавляешь на бумагу, и печатка появляется. Он ставит такие оценки, плохо или хорошо. Работникам, да? Вот так, наверное. А что-то не работает, смотри. Так на бумаге нужно, наверное. С вами был Александр Леконцев. Увидимся в Воткинске.